спускаемся на подводную лодку это первый раз в жизни на подводной лодке причем именно простой на подводной лодке на натовской подводной лодке на натовской подводной лодке на натовской подводной лодке море прозрачное Геми актифы адвокат Считаю, что данная подвода лодка была испущена на воду в 1951 году, в 1980 году передана турецким ВМС, с 2004 года она не используется, как бы по назначению 2007 года. ПОДПИШИСЬ! Продолжение следует... Продолжение следует... Схема... Но в случае пожара Схема... 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 Главный выход... Тот выход построен потом Когда подвода начал функционировать как музей для удобства Построили этот выход Он не оригинальный Его сделали потом Это не оригинальный выход Оригинальный вот это вот То есть... Вот отсюда Очень узкие Проходы Кухня Капитанская каюта Стелинеза Диван Шкафчик Здесь Выход На нижнюю полугу Здесь также каюта Кондиционер установили потом Мало места Очень мало места Несколько не спали здесь Практически Минимальные удобства Командирка Сколькоа Продолжение следует... Пок Chop Похожево Похожево Этоп Похожево На свободу Этоп Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 экипажа четырехэтажные кровати есть такая информация то что значит на этом корабле было 86 моряков персонал и значит здесь всего 46 спальных мест 4 смена была в 4 часа и значит каждые 4 часа смена менялась и в этих кроватях было название кровати с подогревом потому что дачи как бы почему из вас покрывать подогревом для горячей кровати потому что как только один моряк вступал на вахту и место освобождал другой моряк занимал его место которое было еще теплым поэтому постоянно этот здесь менялись и они так вот нет не остывая кровати это делали использовали какие-то спальные места спальных мест было меньше чем людей на корабле вот так вот в таких условиях люди служили на данной подводной лодке надеюсь данная экскурсия была вам интересно мне например очень понравилось не каждый день можно побывать смотрите сколько вот это то что вот это то что здесь мы пришли надеемся вот и это тоже друзья много чего мы увидели поэтому мы дали Субтитры делал DimaTorzok Надеюсь вам понравился обзор Если понравился поставьте лайк Подпишитесь на канал Потому что на нашем канале Очень много разной информации Отсюда и название Личный опыт То есть этот опыт может быть И про подводные лодки И про космические корабли Про все что угодно Подписывайтесь на канал Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok